Приветствую всех любителей натуральных камней. Снова с вами я Дима и наша рубрика познавательные странички. И сегодня речь пойдет о нефрите. Нефрит по шкале твердости мооса оценен в 6,5 баллов. Однако, несмотря на низкий показатель твердости, самоцвет достаточно прочный и пластичный. Нефрит обладает очень приятным зеленым оттенком. Иногда встречаются светло-зеленые камни нефрита, иногда с оттенками серого и белого. Удивительное свойство нефрита и его крепость в два раза прочнее стали. Вязкость, стойкость к истиранию и воздействию кислот с давних времен привлекали к нему внимание человека. Китайский эпос живет и дышит нефритом. Красивые китайские легенды рассказывают, что Будда восседал именно на нефритовом троне, а знаменитое дерево бессмертия росло на берегу прекрасного нефритового озера. Нефрит – камень правителя неба и императора Китая. Древние китайцы ценили нефрит дороже золота. Именно этот минерал считали национальным камнем Китая. Нефритом украшали дворцы и императорские гробницы. Зеленый нефрит почти так же высоко ценился в Древней Мексике, где он был символом сердца и крови. А в Китае кусочки нефрита иногда клали в рот умершим, как гарантию их воскрешения. В египетской книге мертвых мы читаем о правилах, предписывающих класть полудрагоценный камень на мумию или в нее как символ, означающий сердце этого человека. Для этих целей древние мексиканцы брали именно зеленые камни. Таким образом, камень был символом положения умершего и его сердца. Все культовые храмовые комплексы в Китае переполнены скульптурами из нефрита. В знаменитом храме нефритового Будды до сих пор бережно хранятся две огромных скульптуры Будды, выполненные из цельных кусков белого нефрита. Вплоть до изобретения фарфора практически вся посуда, включая чашки в Китае, изготавливались именно из нефрита. Рисовую водку китайцы пили из нефритовых чашечек, другие напитки из нефритовых кубков. Сладости подавали на стол на изящных нефритовых блюдечках. Из нефрита вырезали потрясающие курильницы, табакерки и даже флаконы для духов. Нефрит добывается в Китае, России, Киргизии, Швейцарии, Италии, Польше, Германии, Финляндии, США, Канаде, Новой Зеландии и во многих других странах мира. А на этом у меня все, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать все наши новые видео. Всем пока!